Привет, дорогие друзья! Хочу поделиться... Барь, что у тебя налипло? Ходишь тут по полу, подбираешь какие-то козявки. Всё. Хочу с вами поделиться одной интересной историей. Был я в Подмосковье и посетил одну небольшую деревню. Ну, как вы знаете, я следую принципу передачи из 90-х годов сам себе режиссёр. И в ней поётся «Я всегда с собой беру видеокамеру». Ну вот, таскаю везде камеру, чтобы снять для вас интересные сюжеты. А как мы все знаем, интересные сюжеты могут вылезти абсолютно в любом месте. Идёшь ты в магазин и увидел что-то, и сразу заснял. А когда целенаправленно идёшь и ищешь. Ну, трудно. Ну так вот, иду я по деревне, по деревне, да, и идёт меня навстречу женщина. Я у неё спрашиваю, далеко ли почта находится. Мне нужно было почтовое отделение. Она говорит, нет, там недалеко. И говорит, а что вы делаете, снимаете? Я говорю, да, я природу снимаю. И она говорит, там возле почты есть озеро, пруд. И в нём плавают три шикарных лебедя. Я подумал, здорово. Лебеди – прекрасные птицы. Сейчас сниму, покажу друзьям. Друзьям канала. Вот. Спрашиваю, а как давно вы видели этих лебедей? Она говорит, они каждый день прилетают и там сидят. Я довольный, мчусь на этот пруд. Издалека уже вижу белые силуэты. Издалека-то не совсем видно, что именно я вижу. Думаю, о, всё здорово. Сейчас сниму, смонтирую, покажу. Ну как вы думаете, что это было? Фактически женщина угадала. Ну и знаете, если человек не занимается животным, то такую ошибку можно простить. В общем, передо мной оказались никто иные, как гуси. Да, гуси. Домашние гуси. Видимо, они живут недалеко от этого пруда. Выходят из своего дома, из своего загона. И направляются к этому морю. И направляются к этому водоёму. Отдыхают там. Щипают траву. Плавают. Греются на солнце. Вот такие гуси-лебеди вышли. Ну, конечно, я не расстроился. И с радостью снял для вас этот мини-сюжет. Приятного просмотра. Иди, господи, гусь. Гусь. Гусыня. Ты девочка? Ты красивая девочка, да? А вон твой муженёк идёт сзади, да? Ему повезло. У него ещё... У него ещё одна жена. То есть у него ты и ещё одна. Да-да, ты красавица. Ой, белоснежная. Вот лишь бы так каждому встречному не выходило. На гуси удивительные птицы всегда нравились. А мне сказали, здесь лебеди. А здесь гусак и две гусыни. Ну, ничего. Вы сошли за лебедей. Наснимал вас вдоволь. Нафотографировал вдоволь. Да? Гусак, ты красавец. Да. Две жены. И ты один. И самое главное, у вас здесь есть небольшой пруд. Вы знаете, не у каждого гуся есть собственный пруд. Ну, куда ты идёшь, гусь? Будешь? Ой, ты мой хороший. На. На. У меня есть немного травы. На, возьми немножко. Да, чуть-чуть. Правильно. Видите? Вот. Пришёл муженёк проверять. Да всё, не бойся. Я нормальный. Я вас просто сфотографирую, снимаю на видео. Будешь... Ладно, ладно, всё. Ну, друзья. Прекрасные птицы. Видите, отдыхают. Если ты их не трогаешь, они спокойны. Пошли купаться. Пошли купаться. Ну, друзья. Я от вас всё отхожу, а вы ко мне. Видите, как они быстро привыкают. Ну. Всё, у меня батарейка садится. Буду прощаться с вами. Ну, кратчка полетела. Всё, давайте, гуси. Берегите себя. Гусак, береги своих женщин. Понял? Давай, ты молодец. Ты мне чем-то напоминаешь нашего голубя Барю. Давай, всё, гусак. Удачи тебе. Ну, вот он, друзья. Напоследок повернулся ко мне с задом. Друзья, если вы любите гусей так же, как я их люблю, обязательно напишите в этом. С радостью почитаю. Друзья, с детства гуси покорили моё сердце. Когда я приезжал в деревню к бабушке, она водила меня к соседям. У нас гусей почему-то не было. У нас были курочки, утки. И я смотрел на гусей, знаете, вот словно под гипнозом. Я не мог на них насмотреться. Мне так нравилось, как они идут такой статной походкой. Гусак ведёт своих гусы. И мне всегда хотелось, чтобы у нас они были. Конечно, у нас они появились, но намного позже. А вот, когда был маленький, то всегда смотрел у соседей. Баря. Прекрасные птицы. Птицы из моего прошлого. Если у вас есть гуси, обязательно напишите историю, как они у вас появились. Как живут. Есть ли у них имена, напишите. Мне будет очень приятно. А если нету, но у вас тоже есть история из детства, когда вы приезжали в деревню или ещё куда-то и видели этих прекрасных птиц. Обязательно напишите. Я с радостью всё прочитаю. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»